Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный подавай нам на всяк день, и остави нам грехи наши, ибо и сами оставляем всякому должнику нашему. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. И рече к ним, кто от вас, и мать друга, и идет к нему полунощи, и речет ему, Друже, дашь ми взаим три хлебы, понеже друг прииди с пути ко мне, и не имам часо предложите ему. И той извнутрь отвечав речет, не твори ми труды, уже двери затворены суть, и дети моя со мною наложи суть, и не могу восстав дати тебе. Глаголю же вам, ащи и не даст ему восстав, за ней есть друг ему, но за безотчество его восстав даст ему, елико требует. И аз вам глаголю, просите и дастся вам, ищите и обрящите, толците и отверзится вам, всяк бы просяй приемлет, и ищай обретает, и толкующему отверзится. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня вторник, 4 ноября. В этот день Церковь предлагает нашему вниманию евангельское чтение от Луки, 11 глава, с 1 по 10 стих. Давайте послушаем, как это Евангелие звучит на русском языке. Случилось, что когда он в одном месте молился, и перестал один из учеников, и сказал ему, «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Он сказал им, когда молитесь, говорите, «Отче наш, сущий на небесе, да светится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого». И сказал им, «Положим, что кто-то из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе». «Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит». «Я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Вот такое Евангелие, дорогие братья и сестры, в сегодняшний день предлагает для нас Церковь. Мы слышим то, как Господь научает своих учеников молитве, мы слышим и ту небольшую притчу, которую Господь говорит для каждого из нас о неотступности нашей молитвы, о неотступности наших молений и наших прошений. Итак, ученики обращаются ко Христу с просьбой о том, чтобы он научил их молиться, и вот здесь Господь дает им молитву, которая всем нам хорошо известна, молитва «Отче наш». Вот в версии Евангелиста Луки эта молитва несколько короче, чем нежели ту, которую привык слышать там, ту, которую, та молитва у всех у нас на устах, ту, которую передает Евангелист Матфей. Ну, общая канва и общий смысл здесь этой молитвы Евангелист Лука передает понятно, и здесь для нас очень важно осмысленно подойти к тому, что эта молитва есть образец вообще всех молитв. Вот в этой молитве представлены все те необходимые прошения, все то, что самое необходимое, что требуется человеку вообще в его жизни. Кто-то может сказать, что как раз-таки рассуждая об этом, зачем нам нужны другие молитвословия, зачем нам нужны такие многочисленные молитвенные правила, когда есть та самая главная молитва, которую научил нас Бог. Конечно, вот эта молитва является центральной, но мы еще и еще раз подчеркиваем, что эта молитва является неким образцом, неким таким шаблоном, на который мы должны ориентироваться. И вот ничего лишнего в этой молитве, как мы с вами видим и как мы с вами понимаем, нет. Вот тех, может быть, суетных пустословий, молитвословий, которые обличает Господь, когда говорит о фарисеях, что они превратили молитву вот в некое такое пустословие. Итак, давайте непосредственно вкратце попытаемся рассмотреть эту молитву, хорошо нам всем известную, я думаю, в принципе и в целом хорошо каждому из нас понятную. Она начинается со слов «Отче наш, сущий на небесе». Итак, то есть молитва начинается со слов, которыми мы обращаемся к Богу и называем его никем, как нашим отцом. И вот здесь мы вступаем как бы в сыновье отношения и сразу же должны для себя понимать и определить, что вот как мы относимся к своим детям, которых любим, вот так же и Бог относится к каждому из нас, ибо Бог любит каждого из нас, и у него нет такого бы человека, которого бы он забыл, которому бы он относился как-то по-другому. Бог каждого любит, каждому он хочет спасения. И не случайно поэтому мы обращаемся к Богу словами «Отче наш», то есть вступая вот в эти сыновья отношения. И здесь же мы с вами можем вспомнить такой небольшой образ, святые отцы приводят, что как вот наша вера может выражаться. Кто-то говорит, что наша вера вот на первых ступенях может быть такой, иметь себе рабский страх, когда мы боимся что-то делать из-за того, что будем наказаны. Кто-то пытается верить в Бога или как-то ему угодить, потому что ждет от него воздаяния, получить что-то доброе и хорошее. Но высшее проявление формы веры к Богу – это наша сыновья любовь. И вот именно об этой сыновья любви говорит нам первая фраза этой молитвы, молитва, которую предлагает для нас Господь. «Отче наш, сущий на небесе». «Прежде чем мы переходим к неким прошениям, мы прославляем имя Божие. Досветится имя Твое, да придет Царство Твое. Мы ожидаем Царство Божие здесь на земле, и для нас оно есть тем, чего мы уповаем и чаем. И эта же мысль прослеживается и в нашем символе веры, в нашем исповедании. Мы чаем воскресение мертвых и жизнь будущего века. «Досветится имя Твое, да придет Царство Твое. Да будет воля Твоя, мы говорим, как на земле, так и на небе». В чем же заключается воля Божия? В исполнении заповедей Божьих. На небе это происходит, и мы ждем, чтобы эти заповеди так же исполнялись бы здесь на земле. Но для этого требуется наше желание, для этого требуются наши силы. И вот далее мы переходим уже после того, как прославили имя Божие, после того, как обратились к Богу. Мы обращаемся к неким прошениям. И вот здесь они не такие многочисленные, как порой в наших молитвах они имеются. Мы просим об одном. «Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день». То есть здесь Господь как бы говорит нам, что от нас не требуется заботиться о каком-то неизвестном и неизведанном будущем. Отсюда и Господь и говорит, не случайно для нас, не заботьтесь о дне завтрашнем, но заботьтесь о дне сегодняшнем. Не заботьтесь о том, что вам там есть завтра, что пить. Потому что оно неизвестно для нас будущее. Если мы все силы наши будем полагать на то, какое-то темное будущее для нас, то мы попросту можем забыть то, в чем на самом деле нуждаемся, то, в чем мы сейчас пребываем и находимся. «Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день». Естественно, под хлебом здесь мы разумеем все, что нам требуется для нас. И более того, мы здесь не просим каких-то конкретных, чего-то конкретного. Но Бог, Он премудро знает, что нам необходимо. Он знает то, что может дать нам максимальное количество пользы. И отсюда многие жалуются и скорбят, почему же кто-то живет в одном состоянии положения, кто-то в другом, кто-то в достатке, кто-то наоборот. Почему же Бог, если Он любит человека, почему же Он так относится к нему? А почему не сделает всех счастливыми? Но оказывается, что для этого требуется наша свободная воля. И оказывается, что Бог дает нам не то, что нам хочется всегда, но то, что делает нас сильнее, то, что приносит нам пользу в конечном счете. И далее. Прощение грехов, о котором говорится здесь, оно напрямую связано с нашим отношением к ближнему. «И прости нам, оставь нам грехи наши, как мы прощаем всякому должнику нашему». То есть залогом оставления и прощения наших грехов является ничто иное, как наше отношение к ближнему. Бог по какой причине отпускает и прощает нам грех? Исключительно потому, что Он любит нас. Исключительно потому, что Он милосердует над нами. И вот так же и мы должны прощать и оставлять нашим должникам. То есть не буквально тем, кто там должен нам что-то материальное, но и в том числе материальное, но и тем, кто согрешает против нас. И вот это будет залогом и прощения наших грехов. Если мы научились любви здесь, в этом мире, если мы научились проявлять эту любовь, то и Бог вот так же изобильно будет проявлять свою любовь в отношении каждого из нас. «И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого». Не веди нас во искушение, то есть не дай нам вот тех сложностей, которые мы попросту не смогли бы преодолеть. Ну и дальше вот небольшая притча. Притча эта требует, конечно же, отдельного внимания. Здесь в целом прослеживается одна очень важная и центральная тема вообще в целом – молитвы. Это непрестанность и неусыпность молитвы. Но мы не должны понимать это так, что мы должны стучаться до Бога, покуда не достучимся до Него и не вырвем попросту у Него просимое. Бог нам даст по нашим прошениям, и это некий попросту образ того, как нам нужно обращаться к Богу. Кто-то, однажды помолившись и не получив просимое, говорит, что «Ну, Бог не дает мне этого, Бог меня не слышит». И на этом все труды остаются, труды в том духовном деле, можем так даже назвать это. Но Господь нас призывает к другому – просите, дастся вам, ищите, обрящите, толстите, отвертся вам. Всяк бы прося и приемлет, и тот, кто ищет, тот всегда находит. Вот в этом-то и заключается основная тема, то есть тема молитвы, тема, в которой говорится о том, что молитва никогда не останется без ответа. Вот такое Евангелие, дорогие братья и сестры. В сегодняшний день слышим мы с вами то Евангелие, в котором Господь научает всех нас молитве, Господь научает нас непрестанности молитвы, и Господь научает нас тому, что мы должны уповать и надеяться на то, что Господь всегда услышит и всегда слышит наши просьбы. Мы читали Евангелие от Луки, 11 главу, с 1 по 10 стих. Ну а я с вами на этом сегодня прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok